Утречка! Отличный денёк для того, чтобы посмотреть на обновлённую версию Тенебрис Тера Инкогнито. Оказывается, ребята вышли в ранний доступ. В предыдущий раз мы смотрели демку, даже прошли её на 100% на все ачивки. Вот, а теперь игра полноценная, здесь тоже есть достижения, целых 19 штук. Вот это такая пошаговая, как разработчики пишут, сложная, хардкорная игруйка. Давайте посмотрим, и что изменилось, ну и, собственно, что мы можем тут видеть. О, смотри, лёгкая прогулка, серьёзное испытание, фильм ужасов. Проклятая планета, мы тянули жребий, кому придётся выйти наружу. Центр планирования операций, детальное планирование. Там на фильме ужасов нужно завершить 10 миссий. Давайте попробуем. На крайняк потом, если что, начнём заново и попроще, сложность уберём. Нижний корпус нарушен, внутренний нарушен, административный персонал 95%, пределом нормы, целостность основного груза 70% критическая. Так, из строя вышли 5 капсул, хорошо, что остальные работают стабильно. Пробуждением, лейтенант, голова кружится, тошнит, скоро пройдёт. Как по звуку, ребят, порядок? Немедлительно отправляйтесь к полковнику Грома, он ждёт вас в командном центре. Принято. Сенсоры всё ещё не работают, Гром. Немедленно направь ремонтную бригаду с прикрытием. С пробуждением, лейтенант. Надеюсь, Аврора отдала вам минутку прийти в Сиде. У нас критическая ситуация, мы потерпели крушение на пути к Тау-Аеус. Сынок, мы чудом смогли посадить корабль, не сгорев в атмосфере, и прямо сейчас какие-то твари прорываются через пробоину на дне корабля. Бери под командование отряда зачистить нижние отсеки. Я буду ждать вашего отчёта по возвращению. Удачи, лейтенант. Защитить корабль принято. Так, ДА-перемещение всегда может поменять расстановку бойцов. Он у меня такая устраивает, инженер позади, солдат впереди, кнопки быстрого доступа, карта М, инвентарь Ай, бестиарий Джей. Так, карта... Кнопка М нажмите, она не срабатывает. Инвентарь Ай. И в окне инвентарь можно экипировать героев, детали, посмотрите, характеристики, хорошо. Умения различные. Карьеры. Ну, это прокачка. Отображаться это бестиарий. Всё, я понял. Всё, можно подсказки убрать пока что. Так, я знаю, что... Ни шагу назад. Ага, назад мы не можем, если что. Видите, назад никак. Нам в другую сторону. Можно что-то тут прокликивать. И вот, например. Во время путешествия по миру вам будут сейчас интерактивные объекты с ценным содержимым. Будьте внимательны. Вот, и один из таких объектов вроде будет выключить свет в первой миссии. Раньше так было, сейчас не знаю. Поехали. Мы чужие в этом мире. В каком мире вы чужие? Вы на корабле всё ещё находитесь, дружище? Или, в принципе, на планете, на которую вы спустились? Так, и вот начинается бой. 40, 27, 35, 30. Сколько он бьёт? А непонятно, сколько он бьёт. Так. Перезарядка не требуется. Не требуется. 11, 17. Тут 9, 15. Но шанс 50% наложить кровотечение. Снижает инициативу цели на 5%. Накладывает горение. Так, ну давай мы сначала рубанём. Лобыч, кровоток сразу пошёл. Хорош. Чтобы посмотреть характеристики участника боя, наведите курсор на иконку в очереди. Хорошо, это я сделал. Панель сверху показывает очерёдность хода. От показателя инициативы зависит. Понятненько. Так, очередь из трёх выстрелов. 9, 14 урона. Каждый выстрел наложить на союзника панацейну. Каждый выстрел умеет 20% наложить техно на боты. 7, 11, 9, 14. Или кислота на врагов наложится. Давай попробуем накинуть кислоту, там посмотрим. Всё, он в кислоте. Можно закрыть. Так, он напрыгнул, напрыгнул и почти мёртв. Добиваем. Так. Лейтенант, как хорошо, что я догнала вас. Можете рассчитывать на меня? Медик! У нас есть медик. О, новые детали для дрона. Смотрите, ребятушки. У нас появилось снаряжение. Давайте мы вот это всё уберём. Используйте фильтр. Отобрали предметы, подходящие для данного героя. В целом, неплохо. Это оружие 11-17. Ой, вернее, вот 9-17. Да, там 11-17 у нас сейчас стоит. Но зато меткость 3, внимательность 1. Но урон меньше. Не хочется урон меньше. Это снайперка. Снайпера у нас пока нету, но будет. Так, добыли ресурсы. С чудика. Слоумо. Да, слоумо такое, интересно. Написано, не открывать. Что мы делаем? Конечно же, открываем. Так, у нас есть 6-10, хуже, или 8-14. Доп техно на бот и доп кислота. Вот это хорошо. Вот это нам прям повезло. Спасибо. Вот здесь, смотрите, 10-17 и меткость 2. Оружие зелёное. Ну, такое. Минус 1 урон. Но зато меткость больше. С одной стороны. Ладно, разберёмся. Вот там, видите? И надо было посмотреть, пока мы не дошли до нужного места. Их теперь двое. Так, что делает девочка? Пока мы не узнаем это. Есть граната. 3-5. Накладывает эффект горения. На все цели сразу же. Давай. Граната. Всё, горение накинули. Он использует феромоны. Это неприятно. Плохо ещё то, что в тылы нам запрыгивают. Увеличивает скорость на 10% феромоны, смотрите. Так, я могу наложить кислоту. Кислота это сильно. Либо пострелять. Лучше наложу кислоту. Дополнительная кислота. Причём у меня есть. Всё, 4 кислоты, смотрите. Тут у нас как дела? Накладывает на союзника эффект панацея. Что такое эффект панацея? А положительный эффект снимает в конце хода пагубный эффект. То есть кровоток снимет пропорционально силе панацея. Эффект требует один каунтер в конце хода. Это что? Накладывает бионо на ботов или на врагов яд. Либо выстрелить накладывает на цель без брони яд. Снижает инициативу. Дай мы попробуем панацею на себя. Отлично, кровоток снялся. Дронинг. Каждый каунтер увеличивает шанс наложить положительный эффект сумения героя. Плюс 1%. Хорошо. Так. 11-17. Здесь 9-15. Лучше 11-17 и возможно добить вот этого, да? Либо давай мы закровоточим вот этого. Опа. Хорошо. Пока терпимо. Так, девочка накладывает яд на цель без брони. Сколько кислота будет пробивать? Здесь 4 урона броне за каждый уровень. Цель им без брони 2 урона здоровья за каждый каунтер в конце хода. Дай вам тогда стрельнем и наложим яд. Этот, по идее, должен умереть. Поэтому стреляем сюда. Не умер. Нет, умер, но позже умер. Так, и добиваем. Хорошо. Ну, пока смотрим. Пока смотрим, ребят. Надолго-ненадолго поглядим. Во! Вот эту штуку мы еще получим. В свое распоряжение. Но потом. Это такой хороший парнишка. Мощный. Что-то на уровне имбы получается. Пока ничего новенького. Где-то нужно потушить свет. И я не помню где. Комнатка какая-то была. Так, вот это открываем. Открываем. Дроны. Так, ребятки, появились дроны. 10-17. Доп техно на боты и уворот. Уворот мне нравится. А тут 13-18. Урон побольше. Доп кислота. Ну, давай я с доп кислотой. Я кислоту накидываю так-то. 7-11-6-9. Позорище. О! Урон 12-17. Доп яд. Пригодится. Но здесь нового оружия нету хорошего. Жаль. Пригодилось бы. Больше ящичка встала. Хочу вам сказать. Так, дрон появился. Какой дрон? Ага, мачета появилась. Посильнее моего. Прилично сильнее. И новый дрон. Показалось? Так, есть рука. Лечебная. 6-10 меткость 2. Ну такое. Ну такое. Так, это всего лишь один. Что еще можем найти? Держите строй. Держим, держим, держим. Стараемся. Шапка какая-то. Шапка на этого товарища. Броня будет меньше, зато будет больше меткость. А, либо на этого. Во, броня больше. Хорош. Он как раз у нас передовик. Здесь еще одна рука на 8-12. Вот эта рука точно лучше, чем у меня. Еще плюс внимательность 2. Пригодится. 8-14 меткость 1. Крит урон 8%. Вроде неплохо, но нет. Вот здесь что ли выключить свет нужно? А, да. Экономили количество. Выключить свет, ребят. Это нужно по лампочке вот здесь. Пустую горящая лампа висит рядом с пробоенной обшивкой, через которую проникает внешний свет. Вот нужно было на нее нажать, и вот выключить свет сработало. Так, начнем с граната. Вот этого парня нужно уничтожать, по-моему, потому что он феромоны накидывает. Он жесткий. Давайте мы на него сразу накинем кислоту. Вот видите, он гадость всякую накидывает. Мерзость и пакость. Панацея на врагов накладывает Я-3. Биоинъектор. На цель без брони. У него пока броня есть, поэтому накинем Я-4 даже. Так. Я могу резать только первые две линии, что примечательно. Ну давай начнем. Резать ножиком, ножи-тережиком. Накладывает панацею. Давай мы наложим панацею сюда, наверное. И тут тоже есть шанс на панацею. Поехали. Панацея-панацея. Наложилось. Хорош. Этот минус. Промах. Хорош. Первый промах. Цель без брони. Здесь, видите, отхилка идет. Это плохо. То, чего я не хотел. Накладывает на себя дронинг техноноботы. А что за техноноботы? Что они дают? А, восстанавливает две единицы брони. Слушай, может восстановить себе броню тогда? Давай. Давай. Бах, этот мертв. Гарантированно. Здесь есть отхил. Но здесь яда больше, чем отхила. Музыка такая, да? Ничего, вполне. Блин, сразу пробил, смотрите. Кровотечение. Так, женщина, добивай. Молодец. Все, заядело, все полечились. Экипировка мой лучший друг. Но это не экипировка. Это мы детали монстров собираем. Так, что дальше? Там трупы мертвых покойников. Вот здесь труп. Тоже скушаем. Приятного аппетита, кстати. Кто кушает, а мяч лопает, трапезничает. Лампочку. Ага, ее еще раз можно. Понял. Хотя мы ее уже нажали и ачивку получили. Что-нибудь новенькое появилось? Вроде бы ничего. Поехали дальше. Кто-то там активно стреляет. А, вот. Тот самый парень. Здорово, мужик. О, вы как раз вовремя. У меня начал заканчиваться боекомплект. Теперь у них нет шансов. Выходите, твари. Вот теперь у нас здоровый дядька есть. Смотрите. Суровый мужик. У него поинтереснее ножик. И броня у него мощная. 24, 41. Уважаемый. Уважаемый. 71 единицы здоровья. Классный. Привет-привет, друзья. Всем добро пожаловать. Капитан Гром. Понятненько. Так, вроде все пособирал. Вроде всех попередыркал, все пособирал. Хорошо. Там мужики справляются, им не нужна помощь. Мы продвигаемся дальше. В ангарную зону какую-то пойдем. Насколько я помню. Раньше так было. Так, вот ящик катается. Мы его взяли. Больше не будет ящиков. Видимо, нет. Упал. Красиво так положился. О, смотри, какая сабля есть. 12, 22. Для него плохо. А вот для него не по уровню. Понятно. А этот, кстати, уровня выше. Да, 4. Ну, конечно. Конечно, чудище. Так, начинаем. Граната по кому накидывает горение? Это плохо, что они инициативу перехватили. Неужели мы настолько медленные? Каждый выстрелил. Стоп, стоп, стоп. Это инженер? Это инженер. Давай тогда мы наложим кислоту. Начнем с наложения кислоты. У меня док кислота есть как раз. Тут 5 кислоты сразу наложилось. Уважаемо. Так, можем панацею на себя накинуть. К примеру. Ну, чтобы снять кровоток. А то кровоток страшный. Вот этот дядька, смотрите. Накладывает эффект защиты союзника на союзника. Защита союзника это что? Перенаправляй 30% всего входящего урона. Давай. Граната. Просто накладывает горение. На всех наложилось. Красиво. Так, панацею будем иметь шанс наложить. Давай. Панацея наложена. Все, кровоток у него снимется. Вязкая слизь понижает меткость на 30%. Вот это грустно. Бионаноботы пока что не требуются, благо. Этот товарищ уже умрет. Хорош. Так, здесь у нас что? Умение запускает комбо. Удар наносит 20% урона клинком. Кладывает шок и паралич. И промах. Шок, паралич и промах, ребят. Как вам такое? Неплохо. Стрельнул. Умер, но стрельнул. Плохо. Технона ботов накинем. Починим здесь броню. А здесь как дела? Можем накинуть яд. Панацеи пока нету. В принципе, цели без броней. Лучше так стрелять. И плюс яд. Сколько урона? Три в конце хода. Ну, то есть он сходит и потом умрет. Инициативу понижает на 10%. 10-12, 11-17 урона, ребят. Много. Работаем. Порядок. Все, разбираем. Пока нормалек играется. Плюс-минус, как и было. Так, там какое-то сражение на фоне идет, видите? Иногда будут встречаться запертые сундуки и двери. Их можно попробовать открыть с помощью героя Техникус. И его талантом модуль взлома. В дальнейшем вы сможете развить этот навык. Отлично открыл. Техникус это вот этот товарищ, правильно? Ты Техникус? Ты Техникус. Вполне логично. Так, здесь ничего. Во, смотри. Броня больше. Хорош. А здесь пока что ничего нового. Это собираем. Люблю новые пушки. Ну тебе, дружище, пока новая пушка. Ох ты! Интересно, нам выдадут такого? Серьезного товарища. Вот. Босятина-колбосятина. Первого уровня, но товарищ очень серьезный. Иммунитет к эффектам контроля. Прям очень серьезный товарищ. Начнем с гранаты. Пусть они подгорают. В целом, нужно и минус ствол делать, и вообще. Давай мы сначала вот так сделаем. Дальше. Моя задача как можно скорее уничтожить бафера. Так. Био-наноботов или панацею все-таки наложить. Это шок? Это шок. Давай мы панацею наложим. Следующее. Очередь и накладывание паланцею. Сюда панацею нужно миллиард. Ребят, давай. Хорош. Что вот это такое? Иммунитет контролем и... Кроме провокации. Провокации мы пока не будем. Накладывает яд? Нет. Мы лучше стрельнем. И пусть яд так наложится. Кислота пока работает. Так. Что мы хотим? Выстрел в упор. 15-18. Комбо. Давай попробуем опять-таки запустить комбо. Паралич шок. Хорошо. Комбо. Там какие-то есть определенные навыки, которые именно комбо. Вот этого надо лечить срочно. Он умирает уже. Этого надо добивать. Этого надо добивать. Хорош. Так. Я попробую восстановить ему и наноботов. Что вот это такое? Боевая концентрация. Полечить. Ну, био-нанороботы, да. Это лечение же био-нанороботы, правильно? Покажите, пожалуйста. Да-да-да-да-да-да-да. Хорошо. Работаем. По максимуму. Не убивай, пожалуйста, дружище. Спасибо. Пока спасибо. Шок что дает? Минус инициативу за каждый каунтер. А потом, когда 9, то будет оглушение. Это нехорошо. Умение запускает комбо. Тоже выстрел. Критическое попадание накладывает сбивание с ног. Он не поддается сбиванию с ног. Шанс 50% наложить провокация. Во! Провокация. Хорош. Все, теперь он будет бить гарантированно его. Здесь мы просто постреляем. Здесь мы панацею наложим однозначно. Здесь попробуем ножиком порезать. И кровоток сработал. Хорош. Чуть полечили мужика. И не зря. Смотрите, что творит. Сумасшедший. Так, опять ножиком режем. Техноноботы. Продолжить накладывать техноноботов? Давай мы на него наложим техноноботов теперь. Пока стрельнем так. Яд не наложится, к сожалению. При заполнении полоски инициативы, герой сделает два хода подряд. А, будьте бдительны, враги. Все, я тебя понял. Горение я не буду накидывать, а вот кровоток пусть пробует хотя бы накинуть. Вот, есть шанс на панацею. Может быть шок бы снялся. Пока не снялся. Еще техноноботов. Теперь сюда. Био-нанороботов. В первую очередь... Ну, давай вот этого долечим, ладно. Там разберемся. Панацею пока не надо. Просто стреляем. Запускает ком... Давай я лучше вот так сделаю. Распределение урона. Бам! Шок накинули пока. А что вот это такое? Оглушение, наверное. Да, оглушение. Шока много набралось. Все, хотя бы у него пробита броня уже хорошо. Здесь накидываем панацею сразу же. Тут как дела? 10-12, 11-17. Вот это, кстати, клевая штука. Поэтому будем бить в первую очередь штык-ножом. Он такой самый мощный, самый сильный. Самый интересный. Ну, а здесь будем кровоток тоже накидывать. О! Отрезали ручку ему, смотри. Он в ярости, зато увеличивает урон на 30%. Уменьшает у ворот, правда, на 60%. Уменьшает у ворот, это хорошо. 15-18. Это тоже клевая штука. Выстрел в упор. Осталось только добить. 8-14. Работай! Мы справились победить босса в ангаре, друзья. Ачивка выполнена. Хотя мы играем на максимальной сложности. Пока приемлемо. Потом, конечно, посмотрим, что будет. Какие жопы. Пока вполне себе. С тиранидами разбираемся. После завершения задания можно покинуть рейд, нажав на кнопку «Миссия завершена». Имейте в виду, что завершение задания не всегда означает, что больше нечего исследовать. Я вас понял. И вот как раз, смотрите, тут миллион трупаков, ящиков всего подряд. А мне такие, а вы миссию не хотите завершить? Не хотим. А мы не хотим. Так, а мы на «И» не можем нажать, кстати. Вот это плохо. Но не можем, так не можем. Зато можем завершить миссию. Пройти миссию без потерь. Прекрасно и замечательно. Тут вторые уровни, тут половина пятого. Собраны биоматериалы, уничтоженные враги и миссия выполнена. Еще и какие-то награды, да, полученные. На второй уровень. Средняя броня. Тяжелая броня. Не знаю, что можно наложить на солдата. Блестящая работа, сынок. Ты заслужил отдых, но сейчас не для этого. После поражения жуков я отправил разведотряды, чтобы оценить обстановку вокруг. Наши разведчики столкнулись с сильным противником. На твой модуль отправлены координаты. Лейтенант, ваша задача найти и направить выживших к кораблю. Отряд в вашем распоряжении. Отправляйтесь немедленно. Так, и здесь, насколько я помню, у них есть энергия, есть какая-то усталость. Вот, этот устал сильно. Эти устали на 5 и на 4% всего лишь. И наша задача немножко распределять грамотно, скажем так. Новые миссии на карте отображаются в виде значков. Нажмите на значок, получите дополнительную информацию. Хорошо, окно героев показывает всех героев. Карточка бойца отображает его характеристики. Портрет, имя, здоровье, усталость, шкалу опыта. Нажмите на окно, чтобы закрыть подсказку. Так, вот, усталости у него много. А, здесь можно что-то изучить, смотри. Ну, были-были, по-моему, раньше скиллы. Прокачка была. Герой получает бонус к характеристикам за каждого из членов отряда в зависимости от их класса. Угу. Интересно. Первый ход боя накладывает на себя эффект боевая готовность. Что такое боевая готовность? Инициативу увеличивать на диспетре. Это сильно. Здесь идет... Каждого попадания накладывает эффект дронинг. Сильно. Алгоритм Шокер накладывает эффект панацея. Боевая прошивка. Усиливает огневую поддержку. Комбо удар. Накладывает кислоту. Слушай, давай пойдем вот сюда сначала. Развиваем вот эту штуку. Потом... У меня еще одно есть, да? Потом вот сюда пойдем, да. Если что, мы потом сбросим. С каждого попадания будем накладывать кислоту. Просто мне понравилась тема. Хотя вот боевая концентрация тоже хорошо. Так, дальше. У солдата. Увеличивает шанс наложить кровотечение. Добавляет плюс эффект кровотечения. И добавляет плюс эффект горения. Тоже клево. А тут герой получает тоже, смотрите, дополнительные характеристики. Еще и используя уязвимость. Клинок. Игнорирует броню. Угу. Накладывает кровоток. Это как раз нож вот этот будет накладывать кровоток. Хорошо. Усиливать эту способность на кровоток. Осколочную гранату. Или же идти на новую способность. Хороший вопрос. Ну давай мы, наверное, на... Используя уязвимость пойдем. И потом ей кровоток выдадим. Так, девочка Хиллер. Крит шанс, крит урон, у ворот. Дефинкор. Дефинкор это вот это, это вот это Дефинкор. С ним будет у ворота, остальные бесполезны. На цели без брони накладывает яд и снижает инициативу. А так, яд был один. Угу. Попав в засаду, получает панацею. Активное умение входит в состояние боевой концентрации. Восстанавливает здоровье от показателя. Ой, вот это классно. Одна цель, четыре. Давай. Пойдем в первую помощь. Она же медик. Что по шмоткам? Ну и шмоток это лучшее. Что у нее есть? На солдата мы можем что-то надеть новенькое. Например, вот. Плюс броня. Броня вот такая. 23 уже. Здравствуйте. Вот эту шашку можем нацепить. А вот оружие. Все говнецо. Именно дальнобойное. Жаль. Беда, печаль. Дроны новые. Сильней. Правда, доп. кислоты не будет, но сильней. Все? Все. Хорошо, следующая миссия. Прочтите информацию о задании и соберите бойцов, вставив их в ячейки. Расстановку бойцов можно изменить во время миссии. Чем больше времени герои участвуют в миссиях, тем больше они устанут. Героев осталось все более 85%. Нельзя отправлять на задание. Это выражается желтой полосой. Вот как раз дифинкора мы не сможем отправить. Но тут всего троих и можно. Значит, все, что нам остается, это запуститься вот так. Хорошо? Ну и конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью. Ведь семья – это главное.